всем привет вы на канале мистериус сегодня у нас с вами очередное загадочное дело поэтому присаживайтесь поудобнее давайте начинать исчезновение эми лин брэдли до сих пор одна из самых загадочных и страшных историй 1998 году 23-летняя американка исчезла с борта круизного судна на котором путешествовала с родителями младшим братом даже после масштабного расследования судьба этой девушки остается неизвестной эми лин брэдли родилась 12 мая 1974 года является гражданкой сша которая 12 марта 1998 года в возрасте 23 лет пропала во время круиза по карибскому морю эми была активной улыбчивой девушкой занималась спортом и только что закончила магистратуру по направлению психологии спорта особенно хорошо она играла в баскетбол который помог девушке заполучить такую желанную среди американских выпускников школ стипендию на оплату обучения американских вузах спорт находится на мировом уровне и приносит самим университетом весомый доход поэтому заполучить многообещающего спортсмена в команду стремится каждый колледж по знак своей любви к баскетболу эми даже сделала татуировку на плече со стороны спины там был тасманский дьявол который крутит баскетбольный мяч на одном пальце последний год жизни девушка съехала от родителей начала самостоятельную жизнь хоть это и давалось ей нелегко несмотря на разлуку с семьей а в особенности с младшим братом которым у нее были теплые доверительные отношения эми закончила магистратуру и планировала свою будущую жизнь 23 года жизнь только начинается в начале марта отец семьи ирон брэдли сообщил радостную новость компания мужчины оплачивала недельный круиз по карибскому морю для него и его семьи включая уже взрослых детей родители тут же сообщили дочери о выпавшей возможности на что эми высказала свои опасения она боялась большой воды и ей не очень нравился такой вид отдыха в итоге взвесив все за и против эми все же согласилась на путешествие ведь это означало что они с братом смогут наверстать упущенное вдоволь пообщаться родителям девушка тоже скучала хоть и была рада началу самостоятельной жизни 21 марта 1998 года эми и ее родители рон и а его а также младший брат брэд которому был 21 год зашли на борт судна рапсодия of the seas компании royal карибиан пуэрто-рико они планировали посетить кюрасау и антильские острова судно было новым и как я уже сказал было построено в 1996 году и в 97 спущено на воду на лайнере два больших бассейна и шесть джакузи когда темнеет гости могут насладиться фильмами под открытым небом удобно устроившись в шезлонгах на судне множество развлечений живая музыка ночные клубы бары йога тренажерный зал и уроки кикбоксинга на корабле можно посетить салон красоты сделать маникюр педикюр или записаться в спа на массаж также для самых изысканных гурманов здесь найдется множество вариантов есть буфет шеф-повара вход в который платный а по утрам помимо традиционного завтрака и шведского стола есть стол от шеф-повара с изысканными блюдами на уровне лучших ресторанов мира на лайнере представлена азиатская кухня мексиканская итальянская гости могут посетить пиццерию стейкхаус и пекарню обычно в рамках одного круиза совершается три-четыре остановки на различных островах на кубе и в доминикане остановка длится от 6 до 12 часов в это время гости проводят свое время на белоснежных пляжах занимаются снорклингом дайвингом посещают экскурсии ходит по магазинам обедают в ресторанах многие гости по моим наблюдениям вообще не сходят на берег американцы любят ночные развлечения и на утро отсыпаются своих каютах а на дверях красуется табличка не беспокоить но круизном корабле собралось больше двух тысяч человек первую ночь гости корабля отпраздновали начало круиза в ресторане весь следующий день планировалось провести на море на вторую ночь вся семья готовилась к вечернему выходу дресс-код для ужина был торжественный и все члены семьи надели свои лучшие наряды после ужина вся компания отправилась на верхнюю палубу для продолжения вечера около часа ночи родители отправили спать для эми и бреда ночь только начиналась молодые люди отправились ночной клуб потанцевать и послушать живую музыку после горячительных напитков и зажигательных танцев брэд сдался первым и в 3 30 отправился спать вскоре девушка последовала за братом молодые люди устроились на балконе где поболтали о планах на день вскоре брэд пошел спать а имя осталось на балконе покурить и посмотреть на звездное небо в каюте было достаточно душно климат тех местах довольно влажный и жаркий по словам брата эми даже пыталась спать на балконе там было больше воздуха отец девушки проснулся незадолго до рассвета и увидел как дочь спит в шезлонге нам на балконе своей каюты когда он снова проснулся через полчаса около 6 утра дочери уже не было на месте обувь девушки и сигареты зажигалка остались каюте что взволновало отца куда она могла пойти без обуви рон отправился поискать дочь ими могла проснуться отправиться на завтрак вперед своих родных в это время корабль готовился к прибытию в порт на острове кюрасау после тщетных попыток найти эми на корабле где большинство гостей еще спали не покидали своих кают рон отправился к жене и сыну сразу же после как брату и матери девушки стало известно о том что девушка исчезла они обратились к экипажу круизного лайнера и попросили сделать объявление об их дочери представители круизной компании отказали так как не хотели попусту волновать с других пассажиров действительно исчезновение человека с круизного корабля это большая репутационная проблема для круизной компании семье девушки просто умолял экипаж не выпускать никого с лайнера пока девушка не будет найдена но служба безопасности не пошла на такие радикальные меры вообще кроме родителей девушки ее брата никто не воспринимал пропажу девушки серьезно и это было огромной ошибкой служба безопасности корабля решила самостоятельно обыскать все судно на их поиске результатов не принесли также представители круизной компании заявили семье что они не намереваются менять расписание остановок корабля если им нужно будет остаться на острове дольше то они должны будут покинуть лайнер со всеми своими вещами семья брэдли приняла единственное верное решение сошла на острове кюрасао они незамедлительно связали с посольством сша которую свою очередь привлекли фбр для поисков девушки именно агенты фбр выяснили что служба безопасности не обыскала лодку надлежащим образом они просто прошлись по палубам и осмотрели места общего пользования вместе с агентами бюро расследований семья брэдли приняла решение лететь к следующей остановке круизного лайнера чтобы провести обыск на корабле видеооператор который был нанят компании для создания рекламных роликов круиза доставил видео из ночного клуба видео снималась ту ночь когда брэд и эми отправились потанцевать на видео видно как эми танцует с одним из музыкантов алистером тугласом по прозвищу елу алистер был участником музыкальной группы которая работала на круизном корабле две девушки позже говорили что видели эми и мужчину выходящими из лифта около пяти тридцати в направлении клуба после алистера опросили и он даже прошел полиграф но никаких подозрений мужчина не вызвал после допроса дугласа брэд брат девушки вспомнил одну странную ситуацию утром когда эми пропала алистер подошел к нему чтобы выразить свои сожаления по поводу пропажи сестры после брэд понял что алистер никак не мог знать об исчезновении так как на тот момент об этом знала только семья члены экипажа мать эми тоже припомнила одно странное событие во время ужина накануне исчезновения дочери фотограф делал фото всех гостей ресторана позже фото выставлялись на входе в ресторан чтобы гости могли купить понравившиеся фото что примечательно ими много фотографировалась тот вечер и ночь но все фото с ней пропали подумаешь но не напечатали фото может она получилась плохо или пленка была случайно засвечена однако фотограф утверждал что он помнит семью и помнят как напечатал и вывесил фото девушки а потом они уже пропали что касается работы фбр на круизном лайнере результатов это не принесло и никто арестован не был так что в конце круиза все пассажиры и персонал сошли с корабля брэд и рон решили отправиться на кюрасаву самостоятельно и взять поиски эми на себя результатов это тоже не принесло и мужчины вынуждены были вернуться домой ни с чем когда рон и брэд возвращались домой они чувствовали как предают эми оставляя ее одну в опасности американское тв шоу america's most wanted сделала выпуск о загадочном исчезновении девушки благодаря этому в деле появились множество свидетелей и зацепок в августе 98 года через пять месяцев после исчезновения эми компьютерный инженер из канады дэвид кармайкл отдыхал на кюрасаву когда кармайкл был на пляже он видел девушку сопровождение двух мужчин девушка выглядела испуганной и когда она направилась мою сторону один из мужчин отстранил девушку и угрожающе посмотрел на меня рассказывает кармайкл только после того как он посмотрел тв шоу об исчезновении девушки он понял что видел именно ее он даже ретал вирджинию чтобы встретиться с родными девушки рассказать встречи лично меня преследуют воспоминания об этой встрече я уверен что это было ими рассказал кармайкл он также приметил тату на теле девушки тасманского дьявола и питона ими были довольно необычные татуировки всего их было четыре после того как кармайкл сообщил о том что видел девушку фбр отправила своих агентов на кюрасаву к сожалению ими след простыл семья девушки пришла к выводу что собственными силами ей не справиться и в девяносто девятом году наняла частного детектива брэнк джонс бывший военный отправился на кюрасаву якобы занимался поисками девушки а по факту отправлял семье липовые отчеты квитанции и фото девушки сделанные фотошопе джонс говорил родным что девушку удерживают колумбийская мафия якобы мужчина имел своих информаторов по всему острову кюрасаву которые имели контакт непосредственно с самой ими он сумел убедить семью что на спасательную операцию ему нужны деньги всего 100 тысяч долларов а семья на тот момент уже заплатила примерно столько же джонс дал семье инструкции брэдли должны были отправиться во флориду ждать его дальнейших указаний он должен был привести освобожденную эми к ним семья провела во флориде около недели в ожидании указаний один из партнеров джонса связался с брэдли и сообщил то никакой операции не планировалось горе детектив обманул и их и заплатив ничего брэн джонс все это время развлекался на кюрасаву пил ходил по барам посещал публичные дома спускал все деньги в казино мужчину арестовали он признал свою вину и получил срок 5 лет также суд обязал его выплатить всю сумму которую он украл в семье самое ужасно в этой ситуации это потерянное время джонс вселил семью брэдли надежду на скорое разрешение ситуации а по факту он лишил их такого драгоценного времени в деле не было никаких подвижек хоть до мая 2002 года тогда бывший офицер в маф сша рассказал что встречал очень похожую на эми девушку в борделе на острове кюрасаву девушка заметила что он разговаривает на английском направилась к мужчине с мольбой о помощи но прежде чем он успел сообразить что к чему девушку вели работники борделя на тот момент мужчина не сообщил о происшествии своим сослуживцам опасаясь санкций за такой необдуманный поступок как посещение публичного дома когда же мужчина решился рассказать о встрече с девушкой публичный дом сгорел куда пропали работницы этого заведения никому не было известно некая джуди маурер рассказала что встретила девушку уже на барбадосе когда отправилась на шопинг по словам маурер девушка вошла в уборную в сопровождении двух мужчин разговор между тремя шел на повышенных тонах девушка отказывалась идти на сделку мужчины в открытую угрожали несчастной а она плакала после того как мужчины вышли из туалета девушка подошла к джуди и сказала что ее имя эми она родом из вирджинии ей нужна помощь к сожалению джуди девушки помочь не успела ими увели те двое мужчин в 2005 году родители девушки получили фото из рекламы секс работниц на карибах каталоге среди множества девушек была некая джесс которая была поразительно похожа на эми пбр позже заявила что девушка на фото вполне может быть эми брэдли увы им так не удалось отследить отправителя фото был и водитель такси на кюрасау который вспомнил девушку по ее словам девушка подошла к его автомобилю спросила если у него телефон или где она могла бы позвонить девушка выглядела дезориентированной появилась она также быстро как исчезла мужчина и думать про нее забыл но потом увидел тв-шоу об исчезновении и решил рассказать о произошедшем до исчезновения эми на корабле уже происходили довольно странные вещи несколько официантов очень вежливо общались девушкой и привеляли к ней внимание как только она появилась на корабле такое поведение настораживало и саму девушку ее родных когда корабль прибыл на остров аруба в первый день круиза один из этих официантов поинтересовался у отца девушки где же она сама рона брэдли такой интерес к дочери насторожил и он попытался узнать к чему официанту такая информация официант сказал мы хотели пригласить ее карлос энд черлис бар из которого в 2005 году исчезнет натали хэллоуэй о ней история будет позже под мы подразумевались другие официанты всего их было трое эми делилась с отцом своими переживаниями как-то она сказала что те самые официанты пугают ее и что она не разделяет их желание в общении действительно девушка была довольно привлекательный нравилось мужчинам но такое агрессивное внимание настораживает конце 2010 года в результате урагана томас человеческие кости прибила к берегам арубы и так как на руби до сих пор проходит поиски натали хэллоуэй эксперты сразу же подтвердили что нижняя челюсть не имеет никакого отношения к пропавшей на острове холлоуэй после того как ранер подтвердил что никакой связи между останками хэллоуэй нет они прекратили какую-либо работу по делу правильно какая разница чек кости к сожалению все кому сама эми обращалась за помощью ее подвели ни в коем случае не обвиняю этих людей любой бы растерялся в такой ситуации никто не обязан выполнять работу полиции фбр семья брэдли до сих пор предлагает вознаграждение за любую информацию суммы 250 тысяч долларов родные до сих пор ждут возвращения девушки фбр дело эми брэдли не закрыла на вознаграждение предлагает скромнее всего 25 тысяч долларов последние новости об эми были в 2005 году жива ли девушка сейчас неизвестно спасибо что досмотрели ролик до конца не забудьте написать комментарий оставить свое мнение и забудьте поставить лайк подписаться на канал ну и до встречи в следующем ролике а а а а а а а а Продолжение следует...